ПЕСНЯ 1917 год. ПЕСНЯ Прервалась многовековая традиция российского самодержавия, изменился государственный строй, разрушились привычные устои жизни. В том же году, 2 марта, в день отречения императора Николая II от престола, в селе Коломенском произошло чудесное обретение иконы Божией Матери Державная. Это стало знаменем русскому народу о грядущих испытаниях. Страну охватила революция. Разлад коснулся не только государственной власти. Разрушительному воздействию подверглась церковь. Ее единство находилось под угрозой. Активизировались различные группировки, стремящиеся реформировать церковь. Именно в этот год были произнесены горькие слова о том, что происходит раскрещивание России, получившей крещение тысячу лет назад. Спасти положение мог только Поместный собор Русской Православной Церкви. 15 августа 1917 года над Москвой стоял непрерывный колокольный звон. С иконами и хоругвями по улицам Белокаменной на Красную площадь шествовали крестные ходы. Так горожане ознаменовали открытие Поместного собора Русской Православной Церкви в Успенском соборе Московского Кремля. В Москву съехалось более 500 участников собора – архипасторей, священников и мирян, выбранных от всех российских епархий. Одна из ключевых тем – вопрос о восстановлении патриаршества. Среди участников собора были и горячие сторонники, и ярые противники патриаршества. Врения по этому вопросу длились почти месяц. Обсуждение завершило выступление простого мирянина из крестьян, который сказал, у нас нет больше царя, нет отца, которого мы могли бы любить. Синод любить невозможно. А потому нам нужен патриарх. С этим меня и послали. Будущему избраннику предстояла нелегкая задача – сохранить церковь в трагическую годину жизни великой страны. Были названы три кандидата в патриархи. Архиепископ Харьковский Антоний, архиепископ Новгородский Арсений и митрополит московский Тихон. Боже мой Бог! Давний сторонник восстановления патриаршества, архиепископ Антоний, не страшился принятия высокого сана. Многие считали его достойным этого звания. Архиепископ Арсений, по свидетельству современников, в возможности стать патриархом ужасался и только и молил Бога, чтобы чаша сия миновала его. Святитель Тихон также не стремился к патриаршеству, но был готов принять на себя этот подвиг, если на то будет воля Божия. 18 ноября 1917 года храм Христа Спасителя был переполнен. Схимник Зосимовой пустыни, отец Алексий, молился иконе Владимирской Божией Матери. Присутствующие затаили дыхание, когда он вынул из ковчега жребий. Тихон, митрополит московский, Аксиос, прозвучало в звенящей тишине. «Тебе, Бога хвалим!» – грянул многоголосый хор. Божий избранник пронеслось в храме. С первой минуты народ принял своего первосвятителя, увидев в нем Отца, которого можно и должно было любить. Через три дня состоялась интронизация новоизбранного патриарха. Многие вспоминали первые слова Тихона в качестве первосвятителя. «Ваша весть об избрании меня в патриархе является для меня тем свитком, на котором было написано «Плач и стон и горе», – сказал тогда Святейший. «Но да будет воля Божия!» «Избрание сего я не искал, и оно прошло помимо меня и даже помимо человеков, по избранию Божию». После церемонии патриарх возглавил крестный ход вокруг Кремля. Огромные толпы верующих подходили под благословение Святейшего. Тихон стал одиннадцатым патриархом в истории России и первым после двухсотлетнего перерыва. Возглавив церковь в смутное и тяжелое время, первосвятитель в своем служении ни в чем не отступил от спасительного учения Христова. «Чаться мои!» – обращался он к своей пастве. «Пусть слабостью кажется иным это святая незлобивость церкви, эти призывы наши к терпеливому перенесению антихристианской вражды и злобы. Но мы умоляем вас не отходить от этой единственно спасительной настроенности христианина». Недолго пришлось стоять у Кормила церковного святейшему патриарху Тихону. Всего семь лет. Но эти годы определили многое в бытии русского народа. На отпевании святейшего местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр Полянский сказал, «Трудна была его жизнь. Тяжелый жребий выпал на его долю править русскую церковью в такое бурное время. Труды и подвиги его закончились. Он предстоит престолу Божию. «Осиротели мы». Для молодых он был отцом, для взрослых – мудрым наставником и руководителем, а для всех вообще – другом. помолись же, Отец наш, за нас, осиротелых! ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Русской Православной Церковью святейшего патриарха Московского и всея Руси Тихона.